Другим темам камеры фиксации нарушений правил проезда перекрестков установили в Краевой столице. Они появились на пересечении улиц Ленина, Молодежной и проспектов социалистических строителей. Появление камер вызвало недовольство барнаульцев. Первые автолюбители, получившие штрафы за пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, утверждают, ПДД не нарушали. Мои коллеги разбирались в ситуации. Житель Барнаула Артем Захаров возмущен. Рассказывает, ехал по Ленинскому проспекту. На пересечении с Молодежной остановился на красный сигнал светофора, поскольку разметка на асфальте стерта, остановился вровень со знаком стоп. А потом оказалось, нарушил ПДД. Через несколько дней мне пришел штраф, и я увидел на кадрах с камеры, что линия, по которой определяется пересечена стоп-линия, не пересечена стоп-линия, а где-то на полметра. Вероятность ошибки в работе комплексов исключена, комментирует в ГИБДД. Говорят, камера точно знает, когда включается красный свет и где расположена стоп-линия. Водитель в случае неразличимой дорожной разметки должен ориентироваться по знаком стоп-линия, которые установлены на всех подходах к перекрестку. Водителю надо понимать, что при приближении к данному участку, а конкретно к данному перекрестку, значит, при включенном запрещающем сигнале светофора, фиксируется уже в дальнейшем движение транспортного средства. То есть, если в проезд на запрещающийся сигнал светофора, то при пересечении перекрестка будет являться нарушением ПДД. Некоторые водители полагают, если колеса не пересекли стоп-линию, нарушения не было. Это не так. Камеры фиксируют пересечение стоп-линии бампером автомобиля. Добавлю, если вы, двигаясь в потоке, пересекли линию, после этого загорелся красный сигнал светофора и остались на перекрестке, такая ситуация может возникнуть в пробке. За это не накажут. Вот мы видим у нас разрешающий сигнал светофора, переходит в фазу, фазу у нас запрещающего сигнала светофора. И вот мы обращаем внимание, вот транспортное средство, не выполнив требования, а знака стоп пересек сплошную линию. Вот этот автомобиль, пожалуйста. Ежедневно каждый установленный в Барнауле комплекс фиксирует около 250 нарушений со стороны автовладельцев. Штрафы для невнимательных водителей следующие. 800 рублей выезд за стоп-линию и 1000 рублей за проезд на красный. Это решение вы можете обжаловать в установленном законном порядке. Но, как показывает практика, таких обращений еще не было. За тот непродолжительный период времени, который работает наш комплекс, к сожалению, приходится фиксировать, что ежедневно у нас нарушают данные статьи, кодекс об инициативных правонарушениях водителей пассажира перевозящего транспорта. Кстати, если это правило нарушил водитель автобуса, то штраф направляют в транспортную компанию. Ее владелец уже решает, за чей счет его выплатят. Насколько эффективна работа новых комплексов будет известна через год их непрерывной работы, когда проведут подробный анализ данных о нарушениях ПДД. Дмитрий Бутков, Анжелика Келлер, Александр Морозов, Роман Хайрулин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова